И вернемся к событиям в Женеве. Делегации 164 стран, входящих во Всемирную торговую организацию, собрались сегодня в Швейцарии на 12-ю министерскую конференцию. Председательствует в ней Казахстан. Изначально форум должен был пройти в Нур-Султане, но из-за пандемии коронавируса был отложен до лучших времен. С подробностями из Женевы к нам готова подключиться наш Субкор Жанат Эрнс. Жанат, расскажите, что сейчас происходит в штаб-квартире ВТО? Добрый вечер, Гульнара. Начну с того, что последняя, предыдущая министерская конференция ВТО проходила 5 лет назад, почти 5 лет назад, в декабре 2017 года. Известно, что в 2020 году та конференция, которая должна была пройти в Нур-Султане, в Казахстане, не состоялась из-за проблем пандемии коронавируса. В декабре прошлого года по этой же причине конференция опять-таки не прошла в нашей стране. И вот сегодня в Женеве, в штаб-квартире ВТО, 12-я министерская конференция торжественно открыта. На пресс-конференции перед официальным открытием, перед церемонией, глава ВТО НГОЗИ Аконжи Виала рассказала о том, что работа форума будет состоять из четырех основных направлений. Это принятие решений по руболовным субсидиям, сельскому хозяйству, ответ ВТО на пандемию, реформу организации и вопросы, касающиеся наименее развитых стран. Главные сегодняшние вызовы ВТО – это торговая война между США и Китаем, пандемия коронавируса и внутренний кризис в организации, вызванный тем, что приостановлена работа апелляционного органа организации. Будет обсуждаться и продовольственная кризис в связи с тем, что военный конфликт в Украине не позволяет экспортировать зерно из этой страны. Председательствует на конференции представитель нашей страны, первый заместитель руководителя администрации президента Тимур Сулейменов. Я предлагаю послушать, что он нам сказал в интервью. Первый – это ответ ВТО на пандемию. Речь идет о автоматическом лицензировании лекарственных средств, определенном ослаблении правил ВТО по интеллектуальной собственности, тем, чтобы вакцины, которые разработаны в одном государстве, могли потом дальше распространяться с меньшими требованиями по защите интеллектуальной собственности. Второе – это, конечно же, важный продовольственный кризис. То есть мы четко знаем, что страны, к сожалению, зачастую руководствуются своими исключительно национальными целями и задачами и налагают экспортные ограничения на зерно, рис, что угодно, масло. Поэтому ВТО, как глобальная организация, предполагает принять соответствующую декларацию и планируется, естественно, реформа ВТО. Женат, скажите, а что говорят эксперты о работе нашей страны в качестве председателя организации? Ну, конференция только началась, Гульнара, и я думаю, что еще будет время высказаться и экспертам, и представителям членов страны, входящих в ВТО, о работе нашей страны на посту, председателя этой организации. Вот как прокомментировал нам этот вопрос Тимур Сулеменов. Достаточно хорошо воспринимается наше председательство, работает активно наша команда на местах, приехала национальная делегация. Ну и, понятно, я в качестве председательствующего всей конференции тоже стараюсь проводить и двусторонние встречи, и групповые встречи. Я надеюсь, что 15 числа мы, как председательствующая страна, сможем подвести итог и сказать, что мы достигли определенных результатов на площадке ВТО. Мне остается добавить, что министерская конференция будет проходить в Женеве до 16 июня. В эти дни мы подробнее расскажем обо всех событиях, которые будут происходить на этой площадке. Это вся информация к данному часу. Гульнара. Благодарю. Жена Терренс, наш субкор из Женевы. Благодарю.